Дисней 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 Что случилось с принцем Хансом из Холодного Сердца Мы все помним очаровательного и двуличного принца Ханса, который обманул Анну и разбил её сердце. Но что было после того, как его арестовали и отправили домой? Учитывая, что благодаря связям своих родственников он получил сокращенный срок за такое грязное поведение, он вполне может задумывать что-то новое. И ведь он – один из наследников трона. Интересно, что у него на уме? На фотографиях из Диснейленда он ухаживает за каждой принцессой. Он даже ухаживает за Беллой из «Красавицы и чудовища». Прости, парень, но она уже занята. Больше всего нас поразила фотография, где он снова делает предложение Анне, но, к счастью, на ее лице написано, что этого никогда не случится. Интересно, это отсылки к новой истории с Хансом или просто актеры из тематического парка так веселятся? Решайте сами и не приближайтесь близко к Эльзе, если не хотите заледенеть. Отношения короля Тритона с отцом Мы все знаем короля Тритона как любящего отца, который почти не контролирует Ариэль. Кстати, он король моря, а его отец Посейдон – бог моря. С помощью трезубца Тритон может управлять волнами. Но почему у Тритона трезубец Посейдона? И почему он использует его в своих целях, например, чтобы разрушить статую Ариэль? И куда делась труба Тритона? Посейдон – бог, поэтому мы все понимаем, что он не мог умереть от старости и оставить свой трезубец в наследство. Неужели Тритон забрал его силой? Конечно, Посейдон совсем не хотел бы увидеть трезубец в щупальцах Урсулы, но и Тритона он бы тоже наказал. Оказывается, отец Посейдона Кронос воспитывал своего сына очень строго, даже чересчур. Кажется, отцы в этой семье любят контролировать своих детей. Возможно, этим троим стоит пройти курс семейной психотерапии. Что случилось с Сидом из истории игрушек? Вы помните Сида из истории игрушек? Он был хулиганом, жестоко обращался с игрушками и доводил девочек до слез. Кажется, все это было следствием детской травмы. Его отец оказался безнадежным алкоголиком, который совсем не занимался своим сыном. Конечно, Сиду было за что злиться. Но что случилось после истории во дворе? Стал он еще одним Джеффри Даммером? Или пережил свою детскую травму, вырос и устроился на стабильную работу? Многие считают, что это Сид появляется в истории игрушек 3 в виде сборщика мусора. Он все еще носит свою старую футболку. Мы рады, что он занялся каким-то делом. Интересно, страдает ли он от маниакальной боязни игрушек? Происхождение Мауи У Мауи очень интересная история, если верить его песне. В ней он рассказывает об удивительных вещах. Он говорит, что украл огонь из-под земли, что привязал солнце, чтобы растянуть день, и вытащил острова из моря. По его словам, он причастен к появлению каждого природного феномена. По его словам, он причастен к появлению каждого природного феномена. О да, теперь мы все хотим посмотреть этот фильм. Согласно мифологии, Мауи – полубог, который в принципе связан с историями, о которых он рассказывает в мультфильме. Однако на рисунках он изображен совсем по-другому, как молодой и худой парень. Также в мифах у Мауи есть четыре брата. Интересно, что случилось с ними? Это хорошая идея для спин-оффа, не правда ли? Джек-Джек из Суперсемейки Когда вы спрашиваете, какой герой Диснея обладает самой крутой суперсилой, первое, что приходит на ум – Суперсемейка. Очаровательный малыш Джек-Джек обладает всем, что нужно – обаянием, чувством юмора и супер-родителями. Может, и у него появится суперсила? Мы знаем, что Боб обладает сверхчеловеческой силой. Хелен может растягивать свое тело до невероятных пределов. Виолет может исчезать и создавать защитное поле. А Дэш может бежать очень быстро. Все эти суперсилы очень крутые, но они не сравнятся со способностями Джек-Джека. Не верите нам? Вот вам список. Он стреляет лазерами из глаз, горит, телепортируется, летает, превращается в металл, стреляет молниями, использует силу своего отца и превращается в монстра. Он даже использует свою суперсилу против злодея, которого не смогла побороть вся его семья. Суперсемейки 2 нам обещают показать еще больше способностей малыша. Ждем с нетерпением. Почему Шарлотта не превратилась в лягушку, как Тиана? Принцесса и лягушка – наша любимая история о любви Тианы и лягушки. Когда дело доходит до поцелуя, Тиана тоже превращается в лягушку, вопреки всем ожиданиям зрителей. Мы, кстати, не знали, что лягушки могут играть на гитаре. У нас один вопрос. Почему Шарлотта, которая тоже поцеловала лягушку, осталась человеком? Это особенно странно, учитывая, что она сама похожа на лягушку. Но ничего не произошло, когда она поцеловала принца. На самом деле это потому, что она уже не была принцессой, когда часы пробили полночь. Она так и осталась капризной и испорченной девушкой. Хотя в конце все наладилось. Где родители Рассела? Нам нравятся отношения Рассела и мистера Фредриксона в мультфильме «Вверх». Но нам интересно узнать, где родители Рассела. Он кажется уж слишком безнадзорным ребенком. Серьезно, почему его никто не искал, пока он путешествовал по Америке? Полицейские давно должны были поднять тревогу. На самом деле у многих героев Диснея нет родителей. Но почему-то именно этот случай кажется немного странным. Мы знаем, что Рассел хотел многого добиться, чтобы его отец им гордился. Но что случилось с его мамой? Она работала на трех работах, чтобы прокормить семью. К счастью, он нашел отцовскую любовь в лице мистера Фредриксона. И у него даже появилась собака. Но отец Рассела так и не появился на церемонии. Где он вообще? Что случилось с Доком Хадсоном? Фанаты мультфильма «Тачки» любят следить за отношениями Дока Хадсона и Молнии МакКуин. Но в один момент Док пропадает из жизни Молнии. Что с ним произошло? Мы знаем, что актер Пол Ньюман, озвучивающий Дока, умер в 2009 году. Но куда делся герой? В «Тачках 2» есть только одно упоминание Дока. Но Молния не упоминает, как именно он его потерял. Может быть, об этом говорится в «Тачках 3»? Снова мимо. В фильме совсем ничего не говорят о его мистическом исчезновении. И несмотря на то, что Молния посещает их общее место уже с новыми друзьями, он ничего им не рассказывает. Может, его сдали на металлолом и сделали из него часть нового корабля Илона Маска? Или он связался с плохой компанией и покинул город? Может быть, он умер? Но главный вопрос – как? Факт остается фактом. Фанаты всегда будут скучать по Доку. Банда в мультфильме «В поисках Немо» Вы помните банду из Бака в мультфильме «В поисках Немо»? Грот, Пузырь, Персик и другие. Они помогали Немо сбежать и отправиться на поиски своего отца. Пройдя долгий путь, они все-таки вернулись в океан. Но ситуация оказалась малообнадеживающей. Да, они вернулись в океан, но они были в пластиковых пакетах. Что с ними случилось дальше? На этот вопрос мы нашли ответ. Согласно словам режиссера, банда должна была вернуться в мультфильме «В поисках Дори». Над этой сценой работали два года, но в итоге решили вырезать, потому что она не вписывалась в общий сюжет. На этом наше видео подходит к концу. Не забудьте подписаться на канал и поставить пальцы вверх. Спасибо за просмотр!